Итак, что касается налоговых законопроектов, то в целом их можно разделить на две группы. Первую группу составляют законопроекты, которые были подготовлены правительством Российской Федерации. Ну а вторая группа законопроектов была подготовлена депутатами Государственной Думы. И здесь интересно, что это были депутаты от ЛДПР. Итак, что касается первой группы законопроектов, то центральным является законопроект, связанный с расширением сферы деятельности патента. В данном случае это расширение происходит двумя путями. Первый путь заключается в том, что включаются новые виды деятельности, которые подпадают под действия патентной системы налогообложения. Второй путь заключается в том, что смягчаются условия для применения патентной системы. В данном случае речь идет о деятельности по розничной торговле и общей ПИТу. Теперь предлагается применять эту деятельность в рамках патентной системы налогообложения, в том случае, если площадь зала не превышает 150 квадратных метров. Ранее патентную систему можно было применять только в том случае, если площадь зала составляла всего лишь 50 квадратных метров. Кроме того, предлагается установить возможность уменьшения суммы налога, который уплачивается в рамках патентной системы, на страховые взносы, на расходы по выплате пособий по временной нетредоспособности, а также на платежи по добровольному страхованию. В целом указывается на то, что такое расширение границ применения патентной системы связано с упразднением единого налога на вмененный доход. В данном случае предполагается, что те индивидуальные предприниматели, которые утратят возможность применения единого налога на вмененный доход, они смогут применять патентную систему налогоблажения. То есть фактически это определенное сглаживание негативных последствий от отмены ЕНВД. Следующий законопроект связан с освобождением от НДФЛ взносов по страхованию ответственности Совета директоров. В данном случае изменения предлагают внести в статью 217 Налогового кодекса. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что страхование ответственности членов Совета директоров, оно выгодно как непосредственно данным лицам, то есть членам Совета директоров, так и самой организации. И в этой связи для того, чтобы стимулировать такое страхование, и предлагается установить соответствующую льготу. Следующий законопроект связан с льготой, которая будет предоставлена военным пенсионерам. Правда, здесь сразу следует заметить, что изменения вносятся не в Налоговый кодекс, а в закон об обязательном пенсионном страховании. Так, поправками предлагается установить, что военные пенсионеры, которые имеют статус адвокатов, они не являются застрахованными лицами. И такое изменение, оно приведет к тому, что соответствующие субъекты не должны будут уплачивать страховые взносы. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что данное изменение направлено на реализацию позиции Конституционного суда, которая была изложена в постановлении 2020 года номер 5. И в данном постановлении была изложена позиция о том, что взимание с военных пенсионеров, то есть лиц, которые получают пенсию за выслугу лет, либо по инвалидности в соответствии с законом об обеспечении, пенсионном обеспечении лиц, прошедших военную службу, взимание с них страховых взносов не обосновано. Поскольку в большинстве случаев такие военные пенсионеры, имеющие статус адвоката, не смогут получить страховую пенсию. И, соответственно, взимание с них страховых взносов, оно несправедливо и не соответствует положениям Конституции. Правда, здесь сразу следует заметить, что у данных лиц, то есть у военных пенсионеров, имеющих статус адвоката, сохраняется возможность добровольного участия, и, соответственно, они смогут добровольно вносить взносы на пенсионное страхование. Следующий законопроект, по сути дела, направлен на установление нового налога под названием «гуманитарный сбор». Данный законопроект был подготовлен депутатам Государственной Думы от ЛДПР. И поправками предлагается установить следующее положение. О том, что гуманитарный сбор имеет целью помощь лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и при этом данные лица, они нуждаются в лечении. В качестве субъекта соответствующего налога предлагается установить лиц, которые занимаются распространением рекламы. При этом объектом обложения будет доход от соответствующей деятельности, а ставка составит 5% от дохода, полученного в результате распространения рекламы. В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что в настоящий момент компании, телевизионные компании, они должны зарезервировать эфирное время по 5% под социальную рекламу. При этом автор отмечает, что у лиц, которым требуется такая социальная реклама, нет достаточных денег для того, чтобы запустить такую рекламу. Автор считает, что это несправедливо, и вот таким своеобразным способом он пытается как-то исключить, смягчить эту несправедливость и предлагает ввести новый гуманитарный сбор. Что касается перспектив данного законопроекта, то следует признать, что их в принципе нет. Дело в том, что на данный законопроект поступило заключение правительства, и это заключение отрицательное. В заключении правительство указывает на то, что, во-первых, данный платеж не является по своей природе сбором, поскольку отсутствуют какие-либо действия органов власти, за которые уплачивается соответствующий сбор. Кроме того, в заключении правительства указывается на то, что данный законопроект, он нарушает бюджетное правило о том, что расходы, они не могут быть увязаны с определенными доходами. Следующий законопроект на самом деле наиболее странный законопроект среди всех перечисленных. И я признаюсь, что, чтобы понять данный законопроект, я потратил достаточно много времени, и признаюсь, что даже сейчас я не уверен, что правильно понимаю ту мысль, которую хотели реализовать авторы законопроекта. При этом здесь интересно, что и другие специалисты разнятся во мнении, что именно хотели авторы реализовать данным законопроектом. Итак, законопроектом предлагается внести изменения в статью 220 Налогового кодекса и установить, что в том случае, если физическое лицо было уволено в 2020 году и увольнение произошло в период с марта по декабрь 2020 года, то налоговая база в отношении данного лица должна определяться в размере той налоговой базы, которая была в 2019 году. Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают на то, что это позволит применять физическим лицам имущественные вычеты, которые предусмотрены в статье 220 Налогового кодекса. Видимо, авторы предполагают, что раз у налогоплательщика была определена налоговая база, то по общему правилу предполагается, что с этой налоговой базы был уплачен НДФЛ. То есть, фактически предполагается, что НДФЛ виртуальный. Вместе с тем, это позволит применять налоговые вычеты и, соответственно, возможно, позволит налогоплательщику вернуть налог из бюджета. То есть, своеобразная такая поддержка лицам, которые утратили заработок в связи с тем, что были уволены. Однако многие специалисты указывают на то, что прямо об этом законопроекте не говорится, а значит и каким-то образом воспользоваться имущественными налоговыми вычетами, в том числе получить возврат НДФЛ, у лиц не получится. Поэтому в связи с такой неопределенностью, которая существует в рамках данного законопроекта, вряд ли стоит рассчитывать, что он будет поддержан большинством в Государственной Думе. Так, ну что касается налоговых законопроектов, то здесь все.